добрый вечер для тех кто будет смотреть записи и всем привет кто будет смотреть сейчас попытка номер два по-прежнему называем просто привет для начала а я же хотел на это дети так а не а не выхожу прием как слышно меня приветик привет всем привет 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 секунду я сейчас должен сам себя услышать слышно через наушник главное чтобы а то он не понял подключился не очень секунду алло алло чего такое сейчас ли дать секундочку техническая неполадка плохой звук отвратительный звук играм сам слышу как банки да 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 вот правильно написали как в банке как консервные банки а вот сейчас вот сейчас меня это интересует должно было измениться должно было измениться секунду уже лучше точно скажите мне пожалуйста точно сейчас проверим ребят сейчас я не могу читать я не вижу ни вас не себя вот просто черный экран одну секунду я не понимаю что это такое поэтому я и говорю попытка номер два прошлый раз мне youtube устроил конечно прошла смеет угол конечно вот все теперь я вас и слышу и вижу сразу конечно же по поводу мамы ребят к сожалению я вас ничем порадовать не могу не себя никого абсолютно никакой динамики ничего я не понимаю уже просто поэтому я просто вышел к вам поболтать потому что так можно сойти с ума честно вам скажу никакой вот абсолютно единственное что там к т к ты делали последний раз позавчера и она без изменений по-прежнему к т 3 я уже говорил к т 3 это от 50 до 75 точные цифры они не говорят производится там терапия просто вот все возможно я опять повторяюсь вот конечно верим конечно верим все будет хорошо по-другому быть не может так ни в коем случае не отчаивается ни в коем случае зависает серьезно посмотри у доктора петрика ребят не хочу никого смотреть все стадии заболевания я уже знаю абсолютно все уже давно все это изучено и худшие варианты и лучшие и как бывает и как не бывает у всех все по-разному у всех абсолютно это все зависит от человека все зависит от организма все зависит от его каких-то хронических заболеваний поэтому сами врачи не знают почему кому-то кто-то легко болеет кто-то тяжело кто-то то кто-то выздоравливает кто-то ну в общем разные ситуации поэтому сами врачи не знают макс это к т 4 я вчера специально много читала про это всего ну я не знаю ручьян видимо тебе я даже подозреваю кто ты очень-то активное конечно дело не в этом я не слышал про 5 к т к т 5 я слышал к т к т 5 это что ну просто даже по тематически разделить к т 1 0 25 к т 2 25 50 к т 3 25 70 75 на 25 ой 75 100 а где там к т 5 куда она влазит в какие рамки маме 66 лет папа чувствует себя намного лучше я вот только прям 20 минут назад даже не разделся от него приехал вот папа всем его болячкам намного лучше восстанавливается рука у него вот этот вот подагра там вот поэтому лучше ну я имею ввиду лучше по всем болячкам а так конечно тоже переживает сильно поэтому я к нему я сдал на антитела сегодня утром ждем результата нет маме не хуже но к сожалению не лучше вообще без как тем более на выходных я говорил что врача нету лечащего который был в отделении наши с реанимации а в реанимации они немножко по-другому разговаривают так как-то так как найти как на автомате то-то производится проводится та терапия та терапия без изменения без всякой динамики туда-сюда все начинаешь что-то там умничать спрашивать они тебя отшивают но вообще эта практика разговоров с врачами в реанимации то стало только после того как появился к вид чтобы понимали раньше в реанимацию по моему вообще ним невозможно было звонить насколько я знаю сейчас они хоть разговаривают понимают что такая как висим ребят но вы чего вы серьезно зависает я вот сам на себя смотрю ничего не зависает не знаю ребят как так зависает в какую лабораторию я сдавал вот здесь я всегда хожу cmd как-то называется центром молекулярной диагностики тоже сетевая довольно таки вроде как не с неплохой репутации стоило мне это со скидкой так как якобы там постоянный клиент тысячу сто пятьдесят по моему рублей не висим ну слава богу страны чушь подвисает но сегодня что-то как-то это сейчас норм 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 ну слава богу так мы хотели сами обсудить давать немножечко отключемся у кого висит перезагрузите а цена как у вас это где у вас да про голос я хотел сказать честно говоря так его расхваливал а последний раз мне вот пятничный очень не понравился один или два вот кстати казах выступал я с ним знаком не близко но мне с ним джордан знакомила они все его знают потому что а познакомились мы когда джордан проходила кастинг то новую волну он кстати тоже прошел на кастинг смысле не тоже он просто прошел кастинг два дня которые были и в итоге они по моему выбирали там знаете как же ну от каждой стороны должно быть там одна команда или как-то еще не в итоге его не взяли а взяли вот группу мемеца вот и дай мне тогда не понравилось а зато сейчас он прошел на голосе и по моему все повернулись очень хорошо спел не вспомню его фамилию на т.б. мы этот вопрос да мы обсуждаем только немножечко наоборот я как бы предложила свои варианты если человек переболел у него остаются антитела на года неправда неправда даже если антитела низкие а человек заболевает антитела активизируется защищает не на года во-первых все зависит от того как вы переболели если вы сильно переболели то у вас много антител и они действительно могут больше года там ну вы так говорите на года а какие года собственно тут всего-то сколько полтора года прошло как начался ковид вот амре что такое амре его аллегрова дает еще концерты майор флейта ну вроде как вот часто тебя вижу ты вроде как в теме но какие сейчас концерт кто сейчас дает концерт именно сегодня какие-то запланированы будут ли они кто знает у нас дофига что было запланировано и буквально вот и третьего числа должны были сейчас быть так а привет сам река кому все повернули точно мрая господин мир на имена слаб и добрый же москвичи и все хорошие девчонки привет лекарства все в наличии а то у нас врачи просят достать дорогущие препараты покупаю через знакомых из москвы но ребята я вот зо я не знаю где вы находитесь наверное в регионах проблемы с этими москве проблем нету не знаю может где то есть я в каждый день спрашивают может быть что-то нужно может быть какие-то лекарства у вас нету они говорят у нас все есть мама получает максимально возможное и невозможное не влияет количество одетел на болезни есть случаи чтобы большое количество одетел и люди умирают но я такой вообще не слышал давайте не будем про это вообще где справедливость концерты закрыли а шоу овербуха нет да кстати набрать не только овербух в театры во первых нас и театры работают просто по всем этим распотребнадзором по какого qr-коды прививки пцр и не знаю что то в арле никаких проблем а грузин кстати да 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 очень ну грузины это поющая такая нация что мне так нравится их язык что мне кажется они даже если они не не умеют петь они просто говорят чуть-чуть напевают и уже красиво последние данные минздрава сама была выделена а мне надоело работать я тоже пришла сюда а вчера я кстати вот вы же не сказали про это я первая посмотрела вошел мозговом мне кстати понравилось а сегодня будет дуэт и а через две недели через неделю 7 числа начинается опять моя любимая передача это суперстар это когда забытые певцы певицы помните там прошлом году алиса мон сейчас будет шура на минуточку я буду обязательно смотреть все-таки шесть лет работы в шуры невозможно забыть поэтому резкость пропала попробуйте обновить страницу футбол я футбол не очень люблю но когда у нас будет чемпионат мира я болел и смотрел как сумасшедшие все эти что готовили на обед да я особо сейчас не готовлю сегодня сделал пирог отвез папе типа шарлотки только с грушей привет салам салам долго ты ушел и работал это вопрос или факт до 6 лет ну там немножечко уходил когда-то возвращался на в итоге шесть лет с 2000 по 2006 но где-то там вот какой-то год уходил может быть на год не знают посмотрим шуру кстати вообще нет не общаемся но я иногда вижу его директора пашу ты нет практически на дорожении там может поздравлял как-то мы как-то не пересекаемся почему-то ну когда вы естественно когда если увидимся то обязательно пообщаемся не знаю вообще нигде не пересекаемся не знаю почему только ты супер не смотрю это вот там где сидит игорь якович да по моему жури не знаю что тоже не попадал давно в эфире да нет 15 минут максим есть предположение вот этот вопрос я уже мы прошлый раз отвечал я не знаю как на него отвечать это с одной стороны я и глупо вот я никогда ни у кого не спрашивал а где ты заразился где-то подцепил где-то это где угодно где угодно в лифте он зашел и все много то не надо поэтому это с одной стороны а с другой стороны а какая разница вот какая разница где я заразился где родители чтобы в это место больше не пойдете если вы в лифте заразились или в магазин какая разница да где угодно ребята вообще просто вышел на улицу и все кто-то прошел мимо чихнул и все много не надо светлана мирошина вот этого миросмешили и есть в этом долю правды 6 лет широй год за два как горячие особенно первый первый год был да нет не первый год первый первый месяц был такой шоковый потому что для меня это вообще был все в новинку а потом уже так привык не удивляйтесь да я покурил я бросил сигареты я стал покурить эти электронные сигареты перекурился тут недавно так что аж давление поднялось все бросил в один день а это так просто балуйся мой папа 90 лет сидел дома безвылазно ни с кем не общался продукты по дверью оставили все равно заболел вот бусин бусина вот пожалуй поэтому сиди дома не сиди ходи в масках не ходи меня меня я тогда и когда-то еще говорил драмами говорил что в итоге переболеют все мне кажется зачем тебе соск да ладно ребят чем не маленький мальчик погода в москве два дня просто невероятная погода просто вообще солнце небо я сегодня проснулся где-то нами 820 небо чистое чистый такой воздух свежий какой-то может на продуктах да может быть бред макс и меня не миновал к вид болею уже пятый день температура держится самочувствие ужасно сегодня захотелось кофе кофе просто горький ужасный ой светлана забыздоравливаете держитесь главное не паникуйте все это прекрасно помню эти вкусовые это ужасно все это покуривает да покуриваю ребят ну что делать пока мама не видит а то она мне вечно брось папироску брось папироску такой дайте немножечко напоминает кальян два дня назад сделала прививку все нормально привет полно людей которые болеют на работу ходят потому нечего удивляться да да с каких пор стал курить вообще курил всю жизнь чтобы чтобы вы знали я курил со школы так надеюсь папа не смотрит мама мама тоже они принципе знают покурил со школы а бросил я то есть вообще беспрерывно со школы я курил а бросил я в две тысячи шестнадцатом году как сейчас помню очень отчетливо помню примерно в это же время в октябре бросил потому что сильно заболел и был жутчайший кашель я уже много раз расскажу и все потом дума можно начинать потому что когда болеешь и кашляешь курить невозможно я как-то бросил но вот в прошлом году летом в ялте были покуривал месяц потом опять бросил сейчас курил ну вот весной баловался вот этими же потом пытался курить айгарс отвратительная вещь просто отвратительно перекурил сейчас перешел на сигареты вот сентябрь где-то август сентябрь курил сигареты и перекурил видимо потому что одну за одну видимо нервничать переживаешь кэмэл курили в детстве в школе курил кэмэл вот и и все метод шибанул а здесь это на неделю где 10 назад давление и я прям всю мне прям ваш аж от сигарет аж воротит а это так такое блогство кэмэл крепкие самые крепкие для сигареты спасибо либо же первые сигареты помнишь первые сигареты это были родопе опал стюардесса какие у нас там еще были болгарские помните радуга ту-154 вот это были первые сигареты потом уже чуть постарше уже в 90-х так середины 90-х это уже мальбора да 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 никотин сужает сосудовое давление вот именно ту-134 до bt абсолютно радопе не радуга что значит радопе не радуга и были и радопе и радуга было я пол жизни болгарские курила или я выявскую стюардесса именно первую свою сигарету ну конечно не помню да нет кто-то там наверно дал какой опал ужасно папа вот у меня кто в семье никогда не курил это папа ни разу даже не пробовал ни в училище не в детстве никогда мама баловалась но давно уже бросила космос ну конечно маму причем баловалась как бы вот в осознанном уже взрослом возрасте магна конечно магна потом еще сейчас скажу это уже помню в сочи они были а у меня беломор курил дедушка от воняла всегда от него беломором таким привет наташ привет нахлынула сигаретная ностальгия это правда приму я не курил л.м. нет еще какая-то была блин вот как же не звали море которые называли море на самом деле правильно бог конечно вот они были крутые длинные черные это что-то вообще было с ментолом фу стыдно вспоминать да ладно а что такого сына как же они называли название какой-то не такой американская был наташ вспомни морис нет 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 у нас они появились 90-х дым сигарет с ментолом лайки страйк точно вот вот абсолютно верно а я знаете что в офиску историю расскажу это не рассказывал это было мы в очередной раз в 90-х годах летели в сочи лето мы всегда мы часто попадали тогда когда проходил кинотавр это начало июня вот я в самолете двухэтажный 3-го самолета ил 86 помните такие мне мне попалось сидение ни больше ни меньше с актером янковским представляете и он значит примут рядом со мной сидел и в итоге когда по моему даже самолетов курить можно было в итоге когда мы уже все приземлились это правда хочешь быть через сердечное признание и он по моему прям мать как и артисты же все они бегут куда-то вечно и он первый значит о малек кинковский олег живут да хотя еще какой другой янковский по моему вот и он значит первый выбежал и я глядь на сиденье и лежат сигареты давидов с этим тех в те времена в 90-е давидов я так смотрю ну как вы думаете что я сделал конечно же и положу в карман и потом втихаря покуривал да янковский был очень хороший актер мусуль я про это не рассказывал не может быть да ну и сте уж совсем этот память курила 40 лет бросила за день действия не как это произошло уже на свет пошло все думаю зачем травила 40 лет черная пачка серна то есть давидов она была кстати не черная а бежевая есть еще такие какие-то кремовые такая пачку сигареты от янковского представляете я рассказывал это да видимо было очень давно а сейчас очень много новых подписчиков поэтому половина больше половины точно не слышно янковский целой династии абсолютно верно по моему сейчас молодой внука очень талантливый парень а как шел мозговым там а кудинова туриченко вот вчерашним а кудинова вообще было бы на последнем месте мне не понравилось песня была отвратительная я понимаю что не она наверное выбирала мне очень посла по понравился как его цой анатолий цой дай богу по моему от чего умер янковский по моему онкология свой супер а кудину вообще вчера не понравилось хотя она там лидирует по моему ну не конечно необычный голос и и мне кажется на любителя он как-то так не соответствует ее внешности что и на таком так смотришь думаешь ого ничего себе понятно что там сильнейший голосяра туриченко уже давно для меня открыть очень талантливый нигде про это не говорили про что не говорили абдулов умер онкология как раз очень хорошо это помню это 2008 год январь я был в индии на гуа или там новостях мы прочитали столько женщин курили молодцы что бросили до женщины не знаю чего не не люди что ли покурить не могут наташ ты курила признавайся с этим курим у всех по-разному мои знакомые папа умер 38 лет от рака легких выкурил пачку в день а знакомые деда курил папиросы жуткие хрипел и не а не говорил недавно умер было под 80 я кстати смотрел здесь передачу какую-то тоже занесет мне в эти какие-то странные передачи не судмедэксперт вот этого патологоанатом и там самые распространенные вопросы у него спросили какой вам задают больше всего связано с вашей работой конечно же про легкие курильщиков и то что нас пугают вот этими черными фотографиями курильщиков которые курят это все вранье не выглядят так легкие у курильщика они ничем не отличаются от обычных людей целым может месяц-два а последний раз когда курила абдулов вроде умер в 2009 но вот я могу путать потому что мы я был новый год на гуа либо это переход с 7 на 8 либо с 8 на 9 так когда умер янковский мой любимый отец ну здрасте ваш такой любимый актер что вы даже не знаете что номер модно было курить многие чонки курили вы знаете сейчас молодежь курит и девчонки и мальчишки а также их родители последний раз когда енот моих птиц сожрал скажи мне раз ты не куришь где ты взялась сигарету в тот момент когда енот сожрал твой птиц ты пошла купила и у тебя заначки лежит пачка тоже в студию тоже наказано он не придет ребят я конечно его по жопе не бил потому что я боюсь его это будет первый последний удар но он наказан потому что он мне насрал прям на диван прихожу а он лежит у нас всегда не есть от гостей а какие кстати вот какие сигареты у тебя от гостей лежат на пачках сигарет туберкулезные легкие в это я еще могу поверить но точно не от этого понятно что запугивают специально чтобы люди не курили кстати я первый раз в 2005 году я первый раз в таиланде увидел вот эту антирекламу где по закону сказали что по моему 25 процентов или сколько там 30 или 50 4 процентов рекламы на стирике сигареток должна быть показа какая-то антиреклама быть это тогда в 2005 году первый раз потом уже начали все наши делать разные какие-то сразу давай давай признавайся от гостей у нее разные что прям гости все забывали так и скажи что пошла как ваш там этот супермаркет самый известный и купила я уточнил он умер 2008 году вы правы кулички практически не заражаются ковидом статистика не верю я в эту статистику то я помню вы меня записали об этом то что нужно пеленочку оставлять светлана вы думаете у меня пеленочка не оставлена она как бы уже лежит 11 лет ну не одна конечно пеленочку меняю янковский умер на мы сейчас не пройну про выше написали не про янковского про абдулова в 2008 в январе бывалого курила сигарет он читаются себе говна с ментолом от артема парламента тыгаря а вот когда куришь после долгого перерыва сигарет тебя по шарам не дает у меня всегда кружится глава если не курю макс про димаша слышала про то что песня попала в чартом билборд конечно конечно я между прочим еще когда эту песню услышал задолго до волны я сразу сказал что это мировой хитера потому что я даже сверли вот так переспросил грудь твоя песня кто написал то там же джордан написала я сразу сказал что это мировой мировой хитера поэтому круто молодец дальше будет больше скажем так да по шарам еще как голова кружится сразу у макса все всегда меняется как то что на долгие 11 лет задержался ну то что святое ну как можно тоже поменять я конечно мечтаю французском бульдоге но то что я не брошу к сигарам нет не моё кубинским на мнение ну это просто пускание дыма их же не курит это же просто даже не в затяг вы тут нюхаешь ужас и на кубе был сколько раз воняет там везде не мой запах вообще свободу так он свободен просто он не придет я на него наорал он убежал у меня муж никогда не курил а тут начал жесть сразу легкий посадил как вас зовут олейник ну простите конечно я не поверю что муж вас всю жизнь не курил тут закурил сразу посадил легкий но не сажаются так легкие и на сигарет вот так быстро моментально всю жизнь люди корят не сажают то 6 то что значит богатым скоро будете тогда нужно было вляпаться еще в это равно сесть понимаете сигары вроде мужское курила и и что нужно обязательно курить через несколько минут ноябрь но у нас еще через три часа ноябрь а у нас новости в германии с 9 ноября ирлан пишет а ну ладно попроще сейчас секунду так что тут про германия с 9 ноября перестанут оплачивать больничный заболевшим этим самым который непривитые а у вас там вообще все открыто но уже там концерты запланированы на весну сигары и дамские губы красные почему потому что я крашу красной помадой а чё всем можно мне нельзя что передать передайте маме пусть пообещает себе сделал что-то хорошее для себя который выполнит после выписки что-то не понял передайте маме пусть пообещает себе сделать что-то хорошее да и я сделаю хорошие все сделаем мы хорошими бы только выписали поскорее выписывать как какой номер помады не помню надо нотаж спросить она мне рекомендовала его знать что у моей сестры двоюзные и в школе выгоняли с уроков потому что он у нее еще ярче были губы мы с ней похожи и она вот так брала словно составлял учительница брать салфетку и так вот и показывает что у нее ничего нету сегодня потеплее оделся у моего мужа стаж 30 лет курит 0 сигарет начал кашлять купил табак хороший сам начал курить сигареты больше не кашляет спасибо иван большая самаре уже неделю местные докдаун идет без qr-кода только маленький магазин можно юля через день хожу через день буквально вчера был спасибо ваша тошенька мальчик не бойся выходи тоже иди сюда тоже я тебя прощаю иди сюда 839 человек тебя хотят курю у нас по утрам по телевизору показали иронию судьбы с таким паром почувствовал проблежение не я иронию судьбы с этим паром люблю смотреть только в преддверии нового года в другое время года не смотрит она не то какое-то настроение ты не совсем понял мама должна себе пообещать сделать это когда выздорове а это желание поможет а что это сделать не понял действительно не понял димаш будет участвовать церемонии открытия зимних олимпийских пекине а там в китае зимние игры в этом году да вы что что в бокале я вчера купил сидор сто лет его не покупал вино как я от вина прям пьянею быстро видимо сидер меньшими газами могу показать кстати бутылка необычная такая общая космоса бы да 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 космос ну например загадать себе купить новые зимние сапожки обязательно купим вот так выглядит к сидер бутылочка необычная стопроцентный какой-то тут и он не сладкий а брют прикольная вещь почему сказать сколько градусов 5 а вино сколько 300 чем-то рублей я курильщик курильщица со стажем 40 бросил лет назад и вот умирает может здесь году я чуть закурила но смогла этого я чуть не закурил но смогла этого не сделать он ее имеет доступ к маме как он может что-то просить а вы имеете ввиду чтобы я сейчас это сделал как только будет связь явлю конечно сейчас связи нету с мамой только через врачей могу узнавать где покупал такой в ленте у себя внизу магазине лент до этих сидоров создать сколько развелось не как вот этот раньше помню появился очаковский яблочный один а очень прикольные такие прям и внешне как али привержу сдает больным у меня есть где по две пачки кому надо его говорю могу дать например купить тебе то что давно хотели куда-то съездить или сделать конкретный хороший поступок для кого-то из близких вот желание послужит стимулом быстрее выздороветь конечно вообще у нас запланирована была поездка ребята в октябре мы должны были быть сочи поэтому у нас есть что-то не сделано что хотели спасибо большое людмила красиво вообще вам всем спасибо за вашу поддержку за ваш до маму зовут татьяна тимофеевна это вино яблочное то вы знаете сейчас сидор был вообще изначально по моему сидор это был яблочный напиток сейчас бывает абсолютно из груши еще с чего-то производитель кто кто его знает производителя тут так мелко что я даже в очках ничего не вижу ребят реально не вижу я не вижу кому они пишут это я не знаю резкости нету вы первый раз такой нашем канале обновите страницу тэша хэн просто возьмите выйдете зайдите заново или просто вверху вот есть там такой кругляшок обновить за настрой важен по себе знаю в июле жалов кавидарии лимонный сидор не встречал в твои годы буси бусины ну спасибо в доме пора иметь лупу вот гуся бусина подари мне и он день рождения никогда не просил себе лупу на день рождения уже обновляла не знаю туда ребята не понимает ой 900 ждем тысячи мало лайков студенчестве пили портвейн чем мы только не пили помню в школе мы пили наверно водку а закусывали жвачкой у меня есть телескоп до громадный но это конечно дали смотреть на телефон снимаешь ну как бы да и если вы про сейчас имеете ввиду то в любом случае у меня прямой эфир с телефона раньше снимал на камеры а сейчас в основном все на телефон я зашла поставила давно сидим сидим мы 45 минут елки будем наряжать но не в ноябре ребята интересно нас узнают по аватарке или панику кто узнает есть предложение сканируешь каркод и показывает данные я не могу сейчас телефон за меня погода москве шикарно вчера было 14 градусов представлять о чем стрим на лицо типа маньяк а это про меня что я манья маньяк так меня еще никто не называл конечно может я зря рассказываю но у меня на фоне к видной темы было слабо выраженная нервная горячка надо всем грязь нервы почему зря во первых это не только у вас все директор гриста кстати да мне чего не или давай тушку тоша тигры нет пойду виноградик помою где тошенька да и не знаю где ваш тушенька я уголь я на него обижен поэтому я помню когда-то с мамой и папой сидел в эфире ты говорил что пробовал спирт рояль я не помню не то что я пробовал я помню это говорил я не помню мы его разбавляли естественно я даже помню у кого у кого какого друга дома у него у родителей было маме разрешены передачки я сына передавала много минералки нужно много пить лариса может вы не в курсе мама в реанимации какие-то передачки когда она была в палате конечно я что она просила я всегда это передавал даже если не просила тоже в гардероб тоже не в гардеробной дождь и у тебя в комнате это не моя гардеробная это его официальная комната посмотри тоже может быть тебе еще навалил да нет я ж гулялся с ним я значит он не с ним не дотерпел до моего прихода потому что если не гулял с ним в 9 утра а это бывает крайне редко то есть я себе гулял бы там в 12 час как обычно это гуляют то он бы вытерпела это с утра погулял что-то существенно вы здесь но не на диван но естественно не на диван вообще ужас тоже обалдел просто он больше не будет какими сейчас нравятся напитки да вот фидер я с удовольствием вино в основном я вино а я же вот так ухожу у меня же слышно по-прежнему хорошо правильно потому что я через наушник говорю еду за тоши иду иди сюда поросенок видимо мальчик между прочим он сегодня чистыми накупанный только я его не расчесал чуть сердце бьется чувствуешь да паразит как вот я уходила слышно было одинаково да скажите мне пожалуйста вот только ради вас я на него даже не смотрю я обижу смотрите сами жив жив во что-то смотрите на него я обижен на него я пока выпью покурю посмотрели что тоже иди отсюда бессовестно чувствуешь да как будто двойку получил школе как вот я получу школе двойку боялся домой идти тоже тебе стыдно ваша в отражение смотришь я глаза твои как зеркало смотрюсь тоже тоже поросенок ты еще тут все посмотрели налюбовали сушенка иди отсюда подавить тихо я думаю тут рядом к так как мало хватает этой зарядки а слушать это вообще конечно я прям честно я удивлен что так мало хватает секундочку ребят секундочку заберем мы это зарядку обалдеть просто обалдеть тоже 11 лет расскажите какой-то был ли диклиник скажите пожалуйста вы как забрели ко мне по пальку случайно что ли просто увидели мне онлайн что вы не знаете просто ко мне редко кто-то заходит кто меня не знает о вот пожалуйста все установилась какой это одинокий нас мог со 1000 странный выбор породы да согласен странный выбор породы я очень странно смотрю с ним на улице особенно когда был на 35 килограмм больше тогда я случайно но извините куда не знаю ничего ничего добро пожаловать я просто говорю что ко мне редко заходит кто мне не знает что youtube меня особая любовь с youtube у меня мало кто кому рекомендует он а вы ставит снимает монетизацию с не авторские права у меня отдельная любовь вообще два youtube канала вам рассказываю на одном сколько там уже почти 130 тысяч подписчиков а здесь нас всего сколько у нас 14 600 зато это все вот прям мои родные и любимые что-то мне кажется мы в разных измерениях находит все видят тонну а я нет какую тонну не понял спасибо большое людо ледик имейте ввиду макс тут гарем доброго вечера доброго ледик ну почему не претендую претендуете у нас живая адекватная конкуренция молебен за здравие лучше монастыре заказать чтобы монахи помнить тина я еще раз повторяюсь и это сделал уже даже забыл разбился сколько раз я это сделал я подумаю это психолог если честно это психолог кто вы психолог ты в курсе что хабинский уходим да я слышал проект тут одни женщины или мужчины тоже есть 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 вот иван у нас есть обожжен но ребят молоко это правда помните фильм правдивая ложь там героши на гулять до помню 90 процентов нет не 99 80 процентов всегда у меня было что на том канале что на этом 80 процент женский род женский род женщин девочек и 20 процентов мужчин скажи как как тебе попал тоже почему тоже ребят его так как там ничего особенного в этой истории нету 11 лет назад как попал мы жили за городом но там большая компания в общем как так вот он у меня прижился никому не нужным был и он и остался чем больше молебен тем лучше во всех трассках в округе да 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 тима я все знаю спасибо от тебя далеко же каспадский мост нет недалеко это же самое начало этого как он называется павшинской поймы если по волоколамки от со стороны мкада этом все диван свой покупал я там смотрел квартиры кстати мне не понравились там квартиры без ремонта маленькая была не что метр тридцать пять такое какой же у вас красивый декабрист вы знаете вот легкой руки мне лерсанда подарила не знаю смотрит на меня или нет сто лет я не видел не слышала отдала мне его да уже знаете сколько лет ему здесь где-то сильно ему точно деле пусковидное состояние волосы кстати да но восстанавливаются про волосы я слышу не слава богу нечем выпадать у меня цветет красным такой красно-розовое белое что-то такое у меня вообще один раз затверну и летом у меня цвел феврале у меня все в январе цвел мы убрали черную материю теперь ткани лёгких восстанавливается сатурация повысится перед палату а там и на вытаску вы про себя говорите мы убрали черную материю мы это кто сарка уздана лапа у тебя красивые меня лапы красивый у меня руки оказывается у меня лапы декабрист у вас дает бутоны у меня их два и оба дали бутоны белые красные как два бутона дом у меня весь усыпаются такими цветочками какие там бутоны район митин это считается москва и цены там на порядок дороже хотя она по факту дальше чем я от москвы подкорми его хотя в декабре за все это кстати да у меня есть чем подкормить я просто забываю иногда надежда как я опоздала немного как здоровье мамы ну я уже говорил без изменений без вообще какой либо динамики к сожалению губы красивые губы красные это все помада у меня еще и зубы верхние тоже крашеные эти какие а нижние я все подкрашу просто нижний не успел подкрасить речь шла о лампах какой уютный уголок за спиной я еще не видел это уже не берлога холостяка гнездышко у меня никогда не было берлоги никогда холостяцкой у меня всегда было уютно это спасибо маме она меня приучила стал похож на суру да меня всегда с ним сравнивать не знаю почему потому что вы стрелочка больше собственно говоря не с чем сравнить боже я чуть не подкрукнулся сандра это ты внимание дорогие друзья сандрита моя вот она розовенький буковка а сандра байтазиева я правильно понял сандрит это ты максимуме а чем зубы красить домашнику со специальной краской для зубов камер скиска такая не кашляй сандрита позвони мне после эфира поболтаем с тобой чтобы с тобой давно не это не балакали кто не знает это сандритта наша внучатая племянница щукаш не внучатая племянница просто племянница нашего хизри лапы лампы наверное лапы лампы знаю ты сейчас научишь их зубы красить ну а как спать хочется поболтать хочется моя кошки 22 и вообще ни за что не ругаю да уж вы только знакомым отвечаете нет gg как и зри ничего два назад звонил и зай на звонила мне болтали недавно а мне тебя youtube подбросил когда у тебя на кухне трубу прорвало и ты с тряпками бегал сразу подписалась очень душевно суетился это был ужас честно говоря на лично старом канале ты ходишь на встречу выпускников никогда не был ни разу на здесь был полно 25 лет что ли не помню когда по моему в двадцатом году все правильно 20 95 я году закончил годом было 25 лет здравствуйте все привет от персика ты хоть и объясняют а многие не поймут персик это персимон чик котик он отвечает у меня всем отвечаем кого вижу умеет не всем успеваем да мама еще больницы но у тебя школе были хорошие отношения с одноклассниками да я не помню что с кем конфликтовал у нас честно сказать у нас класс был не очень дружный почему мы никогда не собирались я не знаю может быть кто-то метам из наклассников к смотрят но у меня брат на три года старше или спор встречаются но уже не классом а вся параллель и у нас вроде тоже слышал что собирались но мне кажется что у нас не очень дружный класс и у нас такое было там перри турбация такая потому что девятого класса когда мы вот это вот 9 после девятого часть же уходила и нас потом как так разбросали часть сюда часть сюда здесь какие-то были одаренные там типа они там по другой программе занимались здесь чуть похуже я вот был конечно там я чуть похуже и поэтому мне кажется нас не очень дружный класс хотя ну в классе у меня прекрасное отношение были ну к сожалению не с кем и не поддерживаю связь нет организатора активиста классе потому что грудни не дружный класс был как захар пожелает анатольевна мне тоже youtube показал у вас чему очень рада захаров был у меня здесь недавно ну как может на прошлой неделе на это на прошлой с панфилами встречался вчера и даже видео записал думаю что если будет силы завтра выпущу то есть школьного друга с детства у тебя нет у меня были друзья с параллели но не с моего класса у нас была вообще компашка такая вот помните если видео я выкладывал мы танцуем три парня и три девчонки на это ян гринченко петя пешкунов спите пешкунов он у нас был самый известный танцор бальник бальными танцами занимался вот но мы с ним подписаны в однако в инстаграме друг на друга к сожалению не общаемся хотя я с удовольствием бы встретился вот и ян гринченко ян гринченко он был на на 1 год помладше ну как-то мы общались там в редко редко очень как у панфилова дела кота купили зарядка на попе нет ну вот на ведь не буду рассказывать все увидите что в сочи улица речная 19 красногорская здесь диван брал так недорого мебель а такой по моему магазин прям в доме там до написано мебель даже не магазин как склад какой-то ты когда-нибудь дрался сильно с повреждениями ну вот храма если хотя это драка не назовешь потому что я не успел ударить не прилетел стакан голову а я как узнала что макс команда димаш сразу подписалась спасибо а мне нравится как танцует димаш в сочи учился нет какой я живу с очень не жил я подмосковье учился военном городке мы жили после вашего танца панфилом мебель нам нашла эту музыку и теперь загонял ее машине сегодня какие выкладывала то она у себя она возобновила свои эти ходьба под музыку во время локдауна помните она была а тогда в тоже мне есть видео димаш года два назад покладывал меня на день рождения где я танцую вот этого нафигел от моих танцев как ты пришел шоу-бизнес ой настолько раз я ольга это рассказывал не знаю вот эти люди захотят я в очередной раз расскажу но это уже прям прям очень много раз рассказывал если вкратце то друг у меня танцевал ушел и очень близкий друг андрей смальт сейчас он в одессе живет все просто меня подтянул я пошел к шуре потом от шуры ушел когда я уходил от шуры на год вот когда мы там я работал дианы гурская там я познакомился с хизри у которого сейчас работаю все после шуры я уходил вообще шоу-бизнеса строительной компании работал а в десятом году вот я стал с хизы работать он очень понравилось ваши танцы прикольные очень давно видела как-то по приколу с подражанием меньшинством что ли а где какой напомните какую музыку очень смешные видео массажа а я считаю что одно из самых смешных вообще просто самых смешных видео что-то у вас с весом я нигде на диете ну во первых я на диете никогда не сидел я сделал операцию по уменьшению желудка астрахань привет макс наш самый любимый спасибо ирина как вам и пока без изменений к сожалению помню танцы на красной площади на новый год а я вот и не помню что там были за танцы на новый год вообще у меня танцы начались на почти красной площади девяносто пятом году на выпускном это был не выпуск это был последний звонок его там привозили и мы там танцевали прям ставили магнитофон возле этого ленина мавзолея и танцевали вниз видел где-то вес не попросил ну как секунду а 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 сегодня же хэллоуин скажите мне я правильно понял что это в хэллоуин вот это вот я тоже от сам был у меня кстати очень много первые мои наверное тысяч пять тоже пожалуйста успокойся это ходит на хэллоуин нет дети какие-то на хэллоуин что там просят какие-то сладость или радость что-то он такой сказал вот и от сам было действительно у меня очень много подписчиков и хороших подписчиков дети ходят просят что-то деньги или конфеты не знаю что тоша да да мне тоже музыка из мобильного магазина мебельного магазина очень понравилось я почему никогда не слышал ее а подсел прям на нее евро честно говоря когда вы такой звонок меня аж пугают потому что ко мне она без приглашения никто не приходит или когда ходит по квартирам я подписалась видео с кремля с ириной лет новогодняя по моему добыла хэллоуин и к вам пришел ко мне все первый раз пришли никогда не приходили но сейчас за никто никто нигде ничего не отмечает не гуляют они ходят в квартиру хочу нужно давать на дальше расскажи мне вот это вот ваши там обычаи американские это от вас же пришли из америки я стал смотреть раньше чем приехал на мем пишу редко да вы что а у меня там собственно но первые тысячи у меня пришла от наталия тут чё говорить то вот она конфетки говорит да первые тысячи точно у меня таташ пришла помню как каждого прям каждый день считал по одному подписчику по два сколько умер игорь кириллов да ребят парям соболезнования но она просила не называть имени этой родственницы которыми сделала подарок и к семейной вчера вот я написал все поддержал очень жалко конечно холин холуин пошел из горландии да я думал за америке фалькона ты говорят рейсовый не проглядишь она может мне не нравится мне тоже раньше на но видим это все с возрастом все стареешь и все это тебе кажется каким-то чуждым да жалко очень жалко мы буквально только с ней разговаривали и про здоровье и про все и сколько им почти 90 было да это подписка прислала тебе конфет не конфетницу а чашечку с блюдцем а я наверное когда вы пели с фальконе о наш легендарный клип я тоже вспомнила про подарок который только узнал об уходе кириллов чайная пара все верно абсолютно верно хотела приехать в январе к тебе на наверное отложу не откладывай я уже постель постеливали для гостей леонард коэн нравится слушайте я не знаю кто это может быть я знаю его песни но не знаю что это он поет греции не признают холуин а дети перед рождеством ходят по домам и поют рождественские песни у нас там ла у вас там лакдаун в январе неизвестно что будет поэтому мой самый любимый ролик когда 100 6 делать зарядку да я почти четыре года подписано уже не помню какой не скажи крюте престол открой тайну доброго человека ну смысле кто я сказал родственница игоря леонидович кириллова по моему это достаточно месяца 10 человек просил не называть в россии не отмечают да еще как отмечают вы зря так думаете просто в этом году я отмечаю потому что все закрыто спасибо большое алина спокойной ночи не слышал майкл бублия не слышал давай наташ хорошего тебя полета возвращайся с зубами так ну что заканчиваем или еще посидим уже мы с вами сидим час семнадцать в инстаграме все отмечают холлайн по гостям по домам самый первый раз блоге на это же подражал смотреть для вас никого не смотрела приятно пассива посидим паукаем когда в следующий раз встретимся ну у меня есть видео с ребятами с панфилами вчера не меня вытащили из дома погуляли на физику на квартиру вот так я как-то это нужно вливаться обратно в ютубную жизнь потому что это отвлекает хорошо отвлекает лайков что-то половина из смотрящих можно было и побольше лайков и поменьше дизлайков никогда не понимала людей когда видео связано про какую-то память вот я снимал про лена ледова про то что родители заболели люди ставят дизлайки мне просто никакой обиды нету мне просто иногда хочется понять людей для чего под такими видео что вам не нравится я хулин я сказал мне не нравится праздник но когда я был в америке пятнадцатом году мы там хорошо на отмечались и когда-то в москве наверно в году сейчас вам скажу в пятом или шестом году 2005 листом потом мы там готовить свой костюм я таких людей трудно понять ну нет но просто тебе может не понравится да ну когда видео посвящено памяти зачем ставить дизлайк когда видео посвящено твоим близким людям которые заболели меня никакой вообще обиды ради бога но для чего вот сейчас даже я говорю когда поставил еще один дизлайк чтобы что отметиться что вот все ставят лайки что у него так мало дизлайков а я ему влеплю ставьте ради бога для алгоритмов ютуба дизлайк лайк знаете я уже много раз убедился что в моем личном случае эти лайки и дизлайки вообще не играют роли вообще тик токи меня видели да я там ничего особо не делаю как дурачился порос у меня было одно видео вот все говорят там типа лайки дизлайки они помогают помогают не знаю чего не помогают у меня когда ты еще не помню много лет назад я проводил конкурс с призами с денежными кантемир был спонсором нашего конкурса вот у меня было там просмотров так много меньше десяти тысяч но комментариев было но если вы сейчас посмотрите на комментарии при моих там от 10 до 15 тысяч просмотров у меня комментариев 200 300 150 на тот момент у меня было полторы тысячи комментариев по идее при такой супер активности потому что все хотели там но поучаствовать как-то выиграть что-то и что она как она была но даже десяти тысяч не подняли набрало просмотров где тогда то о чем говорят что комментарии поднимают рейтинг а чужого не поднял полторы тысячи комментарии комментарии про кантемира нет никаких новостей было от него небольшая весточка он написал письмо не письмо просто передали на словах переживает за хизри про его здоровье про его почки про операцию вот ну двух словах он всегда он никогда не жалуется он будет у меня все хорошо не причем а кивай на интернет когда выпивают вчера твой тик ток посмотрела поржал у одного было блогера было достаточно подписчиков и просмотров на кнопку не давали потому что было мало лайков стали ставить и прислали кнопку вы вот это вы сейчас вы о чем говорите кнопку дают не за лайки а за количество подписчиков если у него сто тысяч подписчиков ему положена кнопка не в зависимости от каких лайков просмотров это должно быть просто 100 тысяч подписчиков серебряная кнопка и за миллион подписчиков золотая о чем вы говорите передача кто-нибудь управляет континером ой ну там во первых к нему ходят адвокаты вот поэтому какая-то связь там но вот она просто сейчас видимо только все возобновится потому что он был по этапу проходил и там карантинные какие-то плюс там еще его куда-то отправляли в общем там какой-то трэш творился поэтому как думаю что он наверно будет на месте можно будет уже письмо как написать такое официальное сейчас я даже не понимаю куда писать не причмокивай не глотай не классе не дыши да и губы губы красят и все делает но все как вы любите у димаша скоро золотая кнопка будет смысле у него уже миллион за есть подписчиков или нет миллиона да есть миллион ничего а ну-ка сейчас я должен посмотреть что у меня у у него 16600 это 1600 миллион он давно уже получил золотой вы чем меня путаете не присвистывай не причмокивай не прикажет ли вы а еще чего да ему объяснили что он так сказал врет передайте ему что он врет просто наталья здесь нет она вообще вам рассказала бы что оказывается кнопку дают за лайки сто тысяч подписчиков должно быть мне как стукнуло сто тысяч и неважно сколько у меня просмотров мне прислали кнопку она мне там правда таможня задержалась но неважно да и видео и видео было димаша с золотой кнопкой конечно что дает золотая кнопка ничего не дает не золотая не не серебряная ничего просто по приколу просто вот и тупо оценил вашу работу у него было сто тысяч значит мы должны прислать он должен заполнить кучу документов куча всего 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 чтобы мы прислали пройти таможенный все дела там не так просто это никак не играет роли не вообще не на лайки для просмотра кто ему интересно об этом сказал просто у него спросите кто ему об этом сказал так ладно давайте мы про получше про нас поговорим потом пока поговорим про какого-то блогера неизвестного которому кнопку дают привет макси такой грустные ну особо поводу внец веселиться я вот и выхожу с вами пообщаться чтобы немножечко откликаться есть доходит youtube конечно есть у меня на этом канале я выпускал видео подробнее наверное чем я я сейчас не хвалюсь собой но я не видел что будет так рассказываю сколько они зарабатывать на ютубе нам они так давно было если учесть что мы этот канал с 15 по моему в общем с апреля месяца и где-то в апреле мая я выпустил видео сколько я зарабатываю на youtube не просто рассказывая а показывая статистику сколько я зарабатываю все уже прислали из youtube и ответами пришел а мы тогда сейчас о чем разговариваем ему уже давно прислали кнопка мы по уже посвятили ему 15 минут я пришла когда у меня было двадцать тысяч до этого времена еще даже скажу какие-то времена наверное уже были поездки у меня все мои путешествия набирали сумасшедшие просмотры это первое дагестан азербайджан баку мы были этот мои первые поездки где у меня просто там при 15 или 20 тысяч подписчиков у меня были просто сумасшедшие по 50 по 100 тысяч по 150 по 200 тысяч практически все мои видео с путешествий а я даже не смотрел сколько подписчиков было когда подписывался мы разговариваем о том что лайки имели значение не имеют они никакого значения не пишите глупости не здесь и своему блогеру скажите что он вас просто жестко 1 обманывает подавите мы собирались уже расходиться давайте кнопку покрасим золотой кстати у меня есть баллончик золотой краской полочку такую мамину старую перекрашивал бронзе такая золотая но не бронзе нет почти как золотая где можно побрызгать и все ты полный смешно был зато я сейчас себя чувствую лучше продвижение видео разве лайки не имеют значения но я вот об этом сейчас уже минут 10 рассказывал что у меня было полторы тысячи комментариев видео набрало минимальное количество просмотров хотя сумасшедшая была активность в комментариях я пенсионерка на макс смотрю давно очень позитивные блогера из когда ты на кухне что-нибудь стряпаешь вам и выздоровление и божьей помощи спасибо большое первое видео ты ел столовый борщ на выезде на выезде где-то на гастролях или куда-то поездки где это было лора да какая была до операции но на кнопки написано сколько подписчиков написано спасибо охизри нашла видео здесь у макс и а я в а я юная девушка и массовки на урале сенковским снималась помню только лошадь которую скидывали со скалы понял зачем какой смысл красить но вообще-то этому посутили ольга вы реально подумали что мы можем красить ладно ребята будем закругляться уже полтора часа следим на минуточку я уже хочу что не пойти перекусить живую лошадь со скалы дай бог тебе это научка здоровья всем спасибо друзья и вам дай бог тоже всем 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 здоровья а макс губы красят да я знаю шутили но некоторые хотели только зашла язык и полтора часа сидим губы и зубы будем красить не грущу стараюсь стараюсь отвлекаюсь понял что когда выхожу в эфир немножечко нормально болтаю у меня привычка везу любого это правда сегодня финал ты супер а это вот там где дети сейчас будет еще дуэта я буду это люблю смотреть все ребят спасибо большое рассказывали про лекарства от ковид на черном рынке больших денег стоит я уже много раз и так говорил про лекарства просеять все и все есть ничего не нужно не все бывает не все лекарства могут еще спасти все зависит от человека от иммунитета от побочек от всего-всего-всего поэтому тут верим что все будет хорошо по другому быть не может спасибо большое да это уже были значит я смотрю в интернете так мы все все целую всех обнял приподнял поцеловал все сделал как всегда пока пока спасибо всем за эфир за поддержку за все будьте здоровы берегите себя это уже все